Мы славим Тебя Мы благодарим Тебя Мы поклоняемся Тебе Раздели с нами этот вечер Пусть этот пятый день Будет благословенным, победным, помазанным Дух Святой, веди нас дальше И пусть этот пост будет угодный Тебе Пусть этот пост Совершит великую работу в наших судьбах Боже, я прошу Тебя Доявится слава Твоя На сыновьях и дочерях Твоих Освети уста говорящие Освети народ, собранный здесь Освети Слово Твое Освети жертву, которую мы сегодня приносим Тебе И пусть имя Твое возвеличится И пусть имя Твое прославится И пусть новое поколение будет способно исполнить волю Твою Мы просим Тебя об этом Во имя Иисуса Христа Аминь Халлелуя Воздайте Господу славу Я приветствую вас, уважаемые друзья Благодарю каждого из тех, кто принимает участие в январском посте Пусть Бог ободрит Пусть Бог даст здоровье, силы, мужество Пусть это будет победная трасса Которую мы завершим с великим триумфом Поздравляю вас с пятым днем нашего поста Халлелуя Приветствуйте тех, кто рядом с вами Только не целуйтесь Скажи несколько добрых слов Скажи молодец Поздравляю с победой Бог на этом месте Огромное спасибо левиты Огромное спасибо музыканты Бог да благословит каждого из вас Халлелуя Присаживайтесь Это уникальная неделя, которая изменит все-все наши параметры Бедные станут богаче Богатые станут еще богаче Мудрые станут еще мудрее Ничто и никто не останется на месте Потому что наш Бог тот, который сказал Возови ко мне Я отвечу тебе Покажу тебе великое и недоступное Чего ты не знаешь Аминь Все то, что мы можем получить простой молитвой Или то, что мы можем даже не получить Во время обыкновенной простой молитвы Пост делает эту молитву более эффективной И в каких-то сложных и трудных моментах Господь говорит, что вот этот род Изгоняется не иначе, как постом и молитвой Пост делает нашу молитву термоядерной Эта молитва имеет великую награду и великий успех Аминь Мы верим в награду Мы верим, что пост имеет награду И поэтому, когда мы верим, что пост имеет награду Тогда Иисус говорит своим ученикам Если вы верите, что во время поста будет награда Не делайте себя Не одевайтесь в черную одежду Хотя сейчас холодно Но, а когда жарко Там же в Палестине было жарко Поэтому, когда жарко, черный никто не одевает Ну вот Черный цвет, ну типа Не надо на себя напяливать угрюмые лица Ибо так делают люди, которые хотят впечатлить людей Знаете, я в посте И меня за три километра видно, что я в посте Постись так, чтобы никто Даже и не заметил, что ты в посте Потому что Здесь такой закон работает На кого ты производишь впечатление От того ты получишь награду Там написано Если вы хотите быть Выглядеть постящимися перед людьми Вы от людей получите награду А эта награда вот такая Все люди скажут Ну молодец Все А то, что мне сказали молодец Ни денег не добавилось Ни мудрости не добавилось Ничего не добавилось А если мы хотим выглядеть постящимися перед Богом То, друзья, и мы верим в эту награду То нас не впечатляет то, что говорят о нас люди Выгляжу я как постящийся Или не выгляжу Мне все равно Мне нужна награда Я верю в награду Я верю, что все, о чем мы молились в понедельник О чем мы молились во вторник То, что мы перед Богом открывали в среду То, что мы промаливали и о чем мы ходатайствовали в четверг Бог сделает несравненно больше О чем мы просим и о чем мы помышляем Я верю в награду Закрой глаза и молись сейчас несколько минут Благодари Бога за ответы Прямо сейчас Начинай прямо сейчас Благодарить Бога за ответы Скажи, Бог, я верю в награду Я благодарю Тебя, что Ты услышал мою молитву Ты тот, кто сказал Если народ мой На котором именуется имя мое Смириться передо мною И отвратиться от всех злых путей своих Я исцелю их землю Господь, мы смиряемся перед Тобою Мы раскаиваемся во всех злых путях Мы отвращаемся от всякого нечестия Мы идем к Тебе, чтобы Ты осветил нас Чтобы Ты, Господь, проверил нас Чтобы Ты очистил нас И дал нам, Господь, все необходимое Для жизни и благочестия Мы идем к Тебе В своем смирении Мы верим в ответы Мы верим в награду Я благодарю Тебя за то Что Ты есть Бог воздающий И я прошу Тебя Пусть у каждого из нас будет твердая Непоколебимая вера Мы верим в награду И эта награда грядет И мы благодарим Тебя за ответы Благодарим Тебя за единство в новом поколении Благодарим Тебя за очищение наших рядов и наших сердец Я благодарю Тебя за финансовое обеспечение всех наших проектов Я благодарю Тебя за рост церкви Благодарю Тебя за устроенные структуры церкви Которые будут плодовитыми и сочными в этом году Я благодарю Тебя, Господь За то, что Ты делаешь нас сильными За то, что Ты делаешь нас зрелыми Пусть всякая неопытность Пусть всякое детство и наивность Остается в прошлом И, Боже, дай нам своими собственными глазами Увидеть награду в этом году Мы хотим видеть рост церкви Мы хотим видеть эффективную работу Мы хотим видеть великое пробуждение в своем родстве Мы хотим видеть устроенное молодежное движение Которое имеет великий результат и плод Я благодарю Тебя, Господь, за все Что Ты делаешь в нашей жизни За то, что Ты производишь в нас и хотение И действие по своему благоволению И пусть этот вечер будет в Твоем присутствии Пусть этот вечер будет вечером Твоих благословений Мы просим об этом во имя Иисуса Христа Амин Итак, сегодня, друзья, у нас на повестке дня Вопрос молодежного движения Сегодня мы будем молиться о эффективной связи поколений Мы хотим, чтобы наше будущее было перспективным Плодовитым и благословенным В каком состоянии сегодня находится молодежь Таким будет будущее церкви И сегодня очень серьезная и глубокая тема Связь поколений Мы будем молиться о молодежном служении О наших детях О наших сыновьях и дочерях Именно об этом я бы и хотел поделиться В своем слове Первое место я открываю 2 Коринфянам 12 глава Как Бог смотрит на эту область 2 Коринфянам 12 глава И прочитаем 14 стих Не дети должны собирать имение для родителей Но родители для детей Итак, дети и родители А между ними Имение Наследие Между детьми И родителями Есть нечто Связывающее Эти поколения Детей и родителей Детей и родителей Связывают не просто общая крыша Или фамилия Или название церкви Между детей и родителей Объединяет Нечто то, о чем Павел здесь говорит Имение Имение Или наследие Для нас Отцов и матерей Очень важно Важно оставить для своих детей Имение Которое будет Собственностью наших детей Итак, дети И родители А между ними Наследие Почему Ветхий Завет Заканчивается Этими Страшными словами Что Отцы Отвратились От детей А дети Отвратились От родителей Разорвалось Это соединительное Звено Между Поколениями Нет связи Нет преемственности Нет Вот этой Эстафеты Вероятно Потому что Родители Не приготовили Имение Или наследие Для детей И дети Оказались Сиротами При своих Родителях Сегодня мы Говорим О духовном Отцовстве О физическом Отцовстве Мы сегодня Говорим о том Что мы Взрослые Наш Наш возраст Средний В новом поколении В церкви В Риге Он уже Где-то Подходит Ближе к 40 К 50 Мы взрослеем Мы стареем И Мы должны Что-то Оставить После себя И То что мы Должны Оставить Это есть Наследие Которое мы Получили Во Христе Иисусе Писание говорит о том Что поколения Связаны Верою Что такое Наследие Или Имение О котором Здесь Павел Говорит В другом месте Он говорит О Тимофее И говорит Я со слезами Вспоминаю О нелицемерной Вере Которая Прежде Обитала В твоей Матери И потом Эта же Вера Была передана Матерью Ее Матери То есть Три поколения Важно Чтобы Моя Нелицемерная Вера Благодаря Которой Я состоялся Благодаря Которой Я смог Побеждать Нелицемерная Вера Благодаря Которой Я смог Угодить Богу Как важно Чтобы Эта Вера Не умерла Вместе Со мной Как важно Чтобы Эта Нелицемерная Вера Она Генетически Могла Передаться к грядущему поколению, то есть моим детям, чтобы эта вера, которая обитала во мне, теперь обитала в моих детях. И чтобы эта нелицемерная вера обитала и во внуках. Мы часто говорим о родословном проклятии, болезни родословного проклятия, какие-то ограничения, немощи, бесы родословные. Сегодня я склонен говорить о родословном благословении. Мы их должны обеспечить, друзья, родословное благословение. Родословное благословение, чтобы когда рождались дети, вместе с ними на генетическом уровне рождалась эта нелицемерная вера, обеспечивающая полноценную и благословенную жизнь наших детей. Об этом сегодня мы и будем молиться. Псалом 77. Как передается, как созидается, как передается эта нелицемерная вера? Псалом 77. Третий стих. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему, славу Господа, силу Его, чудеса Его, которые Он сотворил. Что такое нелицемерная вера, которая генетически должна передаваться от одного поколения к другому. Вера без дел мертва. Передавая веру грядущему поколению, отцы своим детям рассказывали о чем? Они говорили грядущему роду о славе Господней, о силе Господней и о чудесах Его. Это то, что должны знать наши дети. Славу Божью, силу нашего Господа и чудеса Его. Наши дети должны не только знать историю из Библии, они должны знать, что в жизни их отцов Бог являл славу, Бог являл могущество, Бог являл чудеса. Вы помните, когда Гедеон выколачивал пшеницу, и когда ангел явился ему и сказал, муж тебе, мир тебе, муж сильный. И тогда Гедеон говорит, какой я муж сильный? И он сделал очень важное заявление. Он ангелу говорит, где чудеса, о которых нам рассказывали отцы, где они? Отцы рассказывали, что в их жизни, в их судьбе Бог приходил, Он поражал всех врагов, Он избавлял их от фараона, Он проводил их через Черное море, что Бог отцов защищал, возвышал и благословлял. Но мы, дети, где наше наследие? Где эти чудеса? Где эта слава? И где эта сила? Блажены дети, которые востребуют законное наследие. Я обращаюсь сегодня к молодежи. Вы должны востребовать это наследие, которое Бог во Христе Иисусе определил для вас. Гедеон, это было то поколение, которое востребовало, и говорит, где чудеса? Где сила? Где могущество? Где эта нелицемерная, побеждающая вера? Я хочу иметь это. И ангел говорит, из-за того, что ты востребовал это наследие, востребовал чудеса, я к тебе послан. Если ты востребовал, твоими руками придет избавление Израилю. Кто востребовал, к тому явятся ангелы. Кто востребовал, к тому Бог явится. Кто востребовал, по вере твоей, да будет тебе. Мы можем плакать, грызть ногти, родители что-то недодали, родители где-то что-то недобрали, мы что-то недопоняли. Вы знаете, наследие штука взаимная. Отец, если говорить по притче, он для сына своего оставил наследие, а сын взял часть наследия и пошел в дальнюю страну. Уважаемая молодежь, уважаемые друзья, нам не нужна часть имения. Часть имения погубит тебя. Тебе нужно полное имение. Нам не нужна часть имения и уходить куда-то в дальнюю страну. Часть имения, частичное благословение, частичное наследие, оно обрекает людей на разочарование и на свиное корыто. И мы сегодня говорим, нет, нам не нужна частичное благословение или частичное от Бога благословение. Нам нужна полнота Божьих благословений. Амин. Итак, что значит передавать грядущему роду нелицемерную веру? Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их. Что слышали, узнали, что слышали и что мы узнали, и что мы познали. На самом деле, великая задача, которая стоит перед родителями, перед отцами физическими, перед отцами духовными, мы должны передавать. Писание говорит о большой трагедии в поколении Иисуса Навина и Халева. Представляете себе, там один очень опасный стих, который мы можем озвучить. Писание говорит, что когда после Иисуса Навина и Халева восстал род, который не знал Господа. Трагедия этого поколения заключалась в том, Халев знал Господа. Иисус Навин знал Господа. Они возглавляли новое поколение. Они так много сражались. И может быть из-за того, что так много сражались, некогда было кому-то передать это наследие. Помните Халев, которому было 85 лет? Он пришел к Иисусу Навину и говорит, я до сих пор могу воевать. 85. Я до сих пор здоровым являюсь, я до сих пор в боевой форме, дай мне эту гору. Представляете, 85, 95. А когда же передавать грядущему роду славу Божью? И может оказаться так, что нам некогда. Я далек от того, чтобы кого-то судить. Боже мой, храни нас, чтобы нам не оказаться в такой роли. Некогда было грядущему роду передавать славу Божью. И там история отмечает, после Иисуса Навина и Халева восстал род, который не знал Господа. Род, который не знает Господа, принесет посрамление, позор, плен, нищету, рабство. Мы хотим, чтобы наши дети пошли дальше, чем мы. Мы хотим, чтобы наши дети воевали так же, как и мы воюем. Мы хотим, чтобы наши дети изгоняли бесов, так же, как и мы изгоняли. Мы хотим, чтобы наши дети могли сказать, перед миром и перед Богом я и Отец одно. Я видел Отца Творящего, и поэтому я творю. Вот что такое войти в наследие. Мы, как родители, духовные и физические, мы должны дать достойный образец для подражания, чтобы каждый сын, чтобы каждая дочь могли сказать, я видел достойный образец для подражания. Я видел Отца Говорящего, поэтому я говорю то, что мне рассказал мой Отец о чудесах Божьих, о славе Божьих, о победах Божьих, о том, что Бог наш, Который мы верим, Он Бог всех богов и Царь всех царей, а дьявол это ничтожество. Мои родители передали мне, что грех это мерзость, а быть святым и праведным это круто. Пусть наши дети воспроизводят то, что имеют родители, отцы и матери. Бог Авраама должен стать Богом Исаака, а Бог Исаака должен стать Богом Иакова. А Бог Иакова должен стать Богом всех двенадцати колен Израилевых. Наша задача передать грядущему роду наследие. Наша задача передать грядущему роду славу Божью. Вы знаете, когда умирают колдуны, когда умирают ведьмы, их смерть мучительна. И, как правило, эти муки облегчаются тем, что находится человек, которому они могут передать это искусство, передать эти способности и, скорее всего, что бесы, которые мучили их и давали им эти сверхъестественные способности, они переходят в преемниках и дети, которые из рук своих родителей принимают эти способности, этих бесов, они называются родословными гадалками, ясновидящими, колдунами и ведьмами. Вы знаете, везде наследие это есть условия продолжения существования на этой земле определенной власти и авторитеты. Амин! очень важно понимать, что и дьявол через своих служителей хочет ту же схему обработать и сказать, дети, колдунов и ведьм, они будут принимать от своих родителей те же самые способности и передавать грядущему роду его славу. Это чрезвычайно необходимо, друзья, иметь ответственность перед Богом. Передал ты Божье благословение своим детям? Передал ли ты своим детям нелицемерную веру? Рассказал ли, вложил ли в его сознание, в его сердце то, что ты знаешь о Боге, чудеса, сила и власть? Если ты это сделал, ты молодец. Если нет, мы должны это осуществить во имя Иисуса Христа. Итак, что слышали, что мы узнали и познали, не скроем от детей, возвещая грядущему роду славу Господню, силу его, чудеса его, которые он сотворил. Дальше. Следующее место. Хотел бы прочитать 1 Параллельпоменон 28. 1 Параллельпоменон 28. Для меня это иллюстрация связь поколений. Что связывало поколение Давида и поколение Соломона? Что связывало поколение Давида? Это отцы. И что связывало поколение Соломона? Это дети. Что было между ними? Родители, дети, а между ними наследие. То, что связывает поколение, это наследие. Либо оно проклятое, либо оно благословенное, либо это нелицемерная вера, чудеса, знамения и слава Божья, либо это наследие проклятое, грех, отступничество, дьявол и смерть. Слава Богу, что между Давидом и между Соломоном была эта великая благословенная связь под названием наследие. Читаем. Собрал Давид, это 1 Параллельпоменон 28, и собрал Давид в Иерусалим всех вождей израильских, начальников колен, начальников отделов, служивших царю и так далее. И сказал царь, и стал Давид, царь на ноги свои сказал, послушайте меня, братья мои, и народ мой, было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега Завета Господня. И в подножье ногам Бога нашего, и потребное для строения я приготовил. Но Бог сказал мне, не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь. Однако же избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего, чтобы быть мне царем над Израилем вечно. Потому что Иуду он избрал князем, а в доме Иуды дом отца моего. А из сынов отца моего меня благословил поставить царем над всем Израилем. Из всех же сыновей моих, ибо много сыновей дал мне Господь, он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господня над Израилем. И сказал мне, Соломон, сын твой, построит дом мой и дворы мои, потому что я избрал его себе в сына, и я буду ему отцом. Связь поколений. Как это выглядит? Как это выглядит практически? Практически это выглядит так, что то, что начинает отец, продолжает сын. То, что начинает отец, какой-то этап. Ниже мы прочитаем, Давид уже имел эскизы, имел строительный план этого дома Божьего. И Бог сказал, я хочу обеспечить связь поколений. Ты молодец, что заготовил стройматериалы. Ты молодец, что рассчитал и сделал план, каким должен быть храм. Но это будет не храм Давида, а храм Соломона. Связь поколений. Это корневище в том, что сделал отец. А дальше расцветает то, что сделал сын. Отец и сын, они не враги. Отец и сын, не соперники. Отец и сын, сотрудники и соработники у Господа. Общее наследие. Между Давидом и Соломоном есть нечто. Наследие, откровение, нелицемерная вера. Чудеса, знамения. И сила Божья в совокупности – это храм, который начал строить или сделал заготовки для этого храма отец, а построил это все сын. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Родители все заготовили. Не дети собирают имение для родителей, а Давид приготовил имение для своих детей. Он заготовил все. И Бог ему сказал, молодец, что ты все это заготовил, но ты теперь должен все, что ты приготовил, передать в руки своего сына. Я подчеркиваю здесь одну очень важную мысль. И сказал мне, Соломон, сын твой построит дом мой, ибо я избрал его себе в сына, и я буду ему отцом. Бог говорит Давиду, Давид, вчера этот сын был твоим сыном. А для того, чтобы Давид, для того, чтобы Соломон построил мне храм, я его избрал себе, сыном. Видите ли, наши дети имеют двойное отцовство. Для того, чтобы наши дети вошли в это неувидаемое, нетленное наследие, мы должны согласиться с тем, что наш ребенок или наши дети имеют двойное отцовство. Во-первых, физическое, а во-вторых, духовное. Почему здесь и написано, что Бог говорит, я хочу, чтобы мой дом строили не рабы и не посторонние. Я хочу, чтобы мой дом строили дети мои, сыновья. Прежде, Он говорит, я избрал Соломона, я избрал его сыном. Подчеркиваю, я избрал его себе в сына, и я буду ему отцом. Бог хочет стать отцом для моих детей. И Он хочет, чтобы мои дети были сыновьями для Бога. Иногда мы держим своих детей и говорим, вот, это мой сын, я тебе приказываю, ты должен быть тем, другим и третьим. Наступает однажды момент, когда наша отцовская земная юрисдикция должна закончиться, и мы должны своих детей отдать в руки Бога. Давайте откроем еще одно место. Это Псалом 44. Псалом 44. Там очень интересная мысль отмечена. Смотрите, 44.17. Вместо отцов твоих будут сыновья твои. Ты поставишь их князьями по всей земле. Вместо отцов твоих, то есть с большой буквы, у Бога есть отцы, избранные, отмеченные и помазанные. И Давид говорит, что Бог, ты гарантируешь связь поколений. Вместо отцов твоих, которых ты избрал, с которыми ты сотрудничал, в жизни которых ты являл славу, чудеса и знамения, вместо отцов твоих, когда они уйдут, встанут сыновья твои. То есть он избрал отцов, и потом, после того, когда отцы уходят с арены, он говорит, будут сыновья твои. Ты поставишь их князьями по всей земле. Я верю в эту эстафету. Я верю вот в это служение, связь поколений. И здесь мы видим, что вместо Давида, вместо отцов твоих, Господь ставит сыновей и говорит, теперь ты, Соломон, сын мой. И я даю тебе мудрость, как строить этот дом. Нельзя, друзья, монополизировать. Только пастор Алексей все умеет проповедовать, молиться, все. Нельзя. Надо однажды детей и духовных, и физических отдать в распоряжение Бога и сказать, Бог, все, что я мог делать, я хочу передать им, чтобы и они проповедовали, чтобы и они молились, чтобы они служили, чтобы они созидали и строили дом Божий. Они не смогут. Бог говорит, я избираю его, я дам ему мудрость, я точно так же, как тебя научил, я научу и Соломона служить мне и строить мне храм. Амин. Что могли говорить родители Моисея, которые только родили ребенка, которые три месяца всего лишь держали на руках, и за три месяца, отца и матери, посмотрите сюда, за три месяца родители Моисея вложили в своего ребенка так много, что даже когда ему было 40 лет, и он обучился всяким египетским мудростям, вот этот иммунитет, полученный за три месяца от своих родителей, с молоком матери, на подсознании, потому что ребенок в три месяца сознательно ничего не может воспринимать, это было настолько мощное вложение в естество Моисея, что то, что он от родителей получил за три месяца, это было намного сильнее и мощнее, чем то, что он получил в египетских университетах за 40 лет. Наши молитвы, наши пророчества, нельзя сюсюкаться с детьми, три месяца, тю-тю-тю, говорит, ты муж Божий, ты будешь спасителем, в твоей жизни будет потрясающая судьба, ты программируешь, ты моделируешь будущее, ты пророчествуешь и говоришь, ты будешь муж Божий, грех не коснется тебя, дьявол не коснется тебя, великая судьба, великий муж, великое благословение. И когда родители вкладывают в своих детей, не проклиная, не огорчая, вкладывая три месяца, подумайте только, получите откровение, три месяца хватило для того, чтобы родители вложили в естество Моисея чудеса, силу, святость, праведность, и это позволило ему не слиться с египетскими мерзостями, а остаться непоколебимым, чистым и неповрежденным. Мы говорим, что мы можем? Мы много чего можем. Мы можем сделать так, чтобы наши дети были рядом с нами, чтобы наследие, которое мы имеем, чтобы оно было в полной мере в их жизни. И вот смотрите, Соломон, Давид заготовил все, уже готовил, собрался строить, я сам не понимаю, почему, Господь, все эти планы, ты человек воинственный, много крови пролил, как будто он просто дурака валял. Не по воле ли Божьей шли эти войны с филистимлянами? Не по воле ли Божьей голову филистимлянину отрубил, он много крови пролил. А как без крови? Слава Богу, что мы в Новом Завете. И вот, мне кажется, здесь Бог просто разыграл карту, связь поколений называется. То, что отец начинает, продолжит сын. Эстафета. Семейный подряд или связь поколений. И дальше, он говорит, утвержу царство его навеки, если он будет тверд и в исполнении заповедей моих. И дальше. И отдал, прочитаем 9 стих. И ты, Соломон, сын мой. Когда Давид это уже услышал, когда он понял, что главным архитектором и строителем будет Соломон, он тогда пришел к Соломону и сказал, ну, сынок, передаю тебе наследие. Не готовый дом, а только чертежи для будущего дома. Так Бог сказал. И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего. Знай Бога отца твоего. Связь поколений. Что такое нелицемерная вера? Дети должны знать Бога и их отцов. То есть, к какому Богу я, как отец, служил, такому Богу должен служить и мой сын, и мой ребенок. И Давид говорит Соломону, сын мой, знай Бога отца твоего. Служи ему от всего сердца. И от всей души, ибо Господь испытывает сердца и знает движение мыслей. Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай. И мы сегодня хотим сказать лидерам молодежного движения, мы хотим сказать это сегодня, это же слово всем, кто служит сегодня в грядущем поколении. Когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай. И никто пусть тебя не упрекает за молодость. И никто пусть не говорит, что слишком молод. И сам не говори я слишком молод. Если Бог избирает, будь тверд и делай. И дальше, одиннадцатый стих решающий. И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертежи притвора и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутреннего покоя его, и дома, дома для ковчега. И чертеж всего, что было у него на душе, дворов дома Господня, и всех комнат, кругом сокровищ дома Божьего, сокровищ вещей посвященных, и так далее, и дальше золото и серебро. Мне так нравится, что он взял сейф, открыл, достал оттуда все чертежи, все эскизы, и говорит, сын мой, иди сюда, Соломон, посмотри, вот такие комнаты должны здесь быть, вот здесь должен быть проход, вот здесь должен быть зал, вот здесь должны быть ангелы, вот здесь должны быть там такие-то такие вот ступени, передача, связь поколений. Не дети собирают чертежи для родителей, но родители собирают чертежи для будущего строительства, для детей. И одиннадцатый стих, и взял это все Соломон Давид, взял Давид все эти чертежи, а теперь Соломон, давай, бери эти чертежи, строить будешь ты, а может нет, будешь, будешь. Господь обещал, и Господь тебе поможет. Сегодня мы хотим чертежи будущего церкви, чертежи будущих служений, будущих проектов передать в эти энергичные руки наших сыновей и наших дочерей. Мы не должны монополизировать, повторяю, с нами не должны умереть наши мечты, с нами не должны умереть наши чертежи, с нами не должны умереть эти дерзкие проекты, которые пришли от Бога. Все, что мы начинаем, дети должны продолжать. Именно это, в этом Бог заинтересован. Вместо отцов твоих будут сыновья твои, и ты их поставишь князьями. Я убежден, что у Бога задача, чтобы наши дети были головою, а не хвостом, чтобы они на этой земле были князьями, чтобы они стояли на ключевых позициях, чтобы они знали Бога. Созидая храм Господень, они открывают небеса и обеспечивают этот контакт неба и земли. Давайте сейчас закроем глаза и помолимся. Пусть это слово растворится верою. Родители, молитесь о своих детях. Родители, молитесь о своих сыновьях и дочерях. Помолимся сейчас о своей семье, а потом мы будем молиться о лидерах молодежного служения. Господь, мы просим обеспечить эту связь поколений. Я благословляю сейчас отцов и матерей. Я благословляю всех, у кого есть дети. Я прошу тебя, дай нам мудрости передать нелицемерную веру, которая обитает в наших сердцах своим детям. Пусть в их жизни происходят чудеса, сила и знамения твои. Пусть в их жизни Бог Авраама, Исаака, Иакова совершает такие же чудеса. И если Гедеон задает вопрос, где чудеса, пусть явятся эти чудеса. В этот святой вечер мы посвящаем своих детей тебе и говорим, что мы рождали их не для греха. Мы рождали их не для беззакония и нечестия. Мы их рождали не для того, чтобы они стали жертвой преступления. Я и то мой, мы будем служить Господу. Пусть в их сердцах обитает эта вера. Пусть, Господь, они продолжают начатое отцами. Пусть, Господь, эта эстафета, эта связь поколений осуществится на сверхъестественном уровне. Господь, Господь, в этот вечер мы еще раз посвящаем своих детей тебе на служение. Это твои дети, это твои сыновья, это твои дочери. У них двойная юрисдикция. Боже, я прошу тебя, положи печать твоей собственности, печать твоего искупления. Это твое наследие. Во имя Иисуса Христа мы нуждаемся в тебе. И мы просим тебя, Господь, пусть наши дома, пусть наши семьи будут освящены Духом Святым. Пусть в наших домах и в наших семьях будет гармония. Обрати сердца отцов к детям. Обрати сердца детей к отцам. Я прошу тебя, пусть, Господь, нас объединяет твои чудеса. Пусть нас объединяет дом твой. Пусть нас объединяет твоя праведность и благодать. Пусть, Господь, наши дома будут исцелены, восстановлены. Пусть, Господь, грядущий род знает славу Твою. Пусть грядущий род знает силу Твою. Пусть грядущий род знает любовь Твою. Пусть, Господь, Дух Святой, Который обитает в нас, обитает, Господь, и в нашем грядущем поколении мы любим тебя мы поклоняемся тебе мы благословляем наших детей мы благословим детей наших детей боже обеспечь и благослови эту связь поколений мы поклоняемся теперь мы любим тебя щала боку ремензе тулам аризон джая бермен и ригру туры бригеды 4 габарог лучей только ушел в далекую страну я прошу господь прозбуди их и пусть от этого свиного корыта блудные сыновья и дочери которые ушли от твоего наследия пусть они возвращаются дух святой прикоснись к их совесть к их сердцу к их сознанию и пусть они возвратятся в себя и пусть они вспомнят об отчим доме пусть наследники найдут свое наследие халам агату лабры шатая кармина лабру манджиг лабру стэля ламур геталара в лучшую благословение твое пусть настигнет их пусть благословение твой настигнет дочерей и сыновей которые еще не с нами боже разбуди в них это дух бога искания и пусть наследники найдут свое наследие калабу горебища кальминал обращаться и греба люгру сочетелей потому что спасение твое принадлежит нам и детям нашим и всем дальним и ближним кого не призовет господь мы благодарим тебя за ответы мы благодарим тебя за то что ты вместо отцов своих поставишь сыновей своих которые будут князьями и которые будут благословением на этой земле мы просим тебя как родители как отцы и матери дай нам оставить должный пример достойный пример чтобы наши дети видя нас они могли воспроизвести эту нелицемерную веру это служение поклонение и жертву боже я благодарю тебя за то что ты на этом месте ты отвечаешь и ты делаешь несравненно больше о чем мы просим и о чем мы помышляем благодарю тебя господь и просим тебя благослови наше молодежное служение в новом поколении я благодарю тебя за лидеров благодарю тебя за эту команду я благословляю во имя иисуса христа киломар зуман джей глобар и джидзо грубо джиза тая мы просим тебя пусть кровь иисуса христа будет над ними пусть защита и ограда будет над ними пусть ангелы твои идут перед ними и вокруг них кеман золоба я приглашаю всю молодежь пройдите сюда вперед и мы с шахтар